здравствуйте друзья я очень рекомендую прослушать этот ролик до конца включая мои комментарии юридическом формате здесь очевидная демонстрация беспомощности коллектора компании феникс очевидный пример того какой сброд они набирают сброд который даже не удосуживается изучить самые простые моменты но не стесняется декламировать свои вот эти вот поверхностные знания в надежды лишь только на то что вокруг них одни какие-то овцы ну видимо ищет все время подобных себе коллектор ну и огромное спасибо огромный респект автору классный ролик публикуем с удовольствием и так слушаем да дмитрий евгений здравствуйте меня зовут дмитрий львович компания феникс я звоню по поводу долгом девяносто 2469 рублей вот банка тиньков все призина проблем с оплатой не понял еще раз последний вопрос что почему не оплачиваете вашу задолженность не хочу не хотите а почему не хотите потому что не желаю не желаю все не желать проблемы чему вас никто с оплату вас туда вот возникли все что просто не хочу в этом случае документы могут быть передано суд для получения судебного решения по статье 120 гпк и данная сумма в этом случае будет уже принудительно правда что ли а на основании статьи 128 и 129 и во-первых не судебное решение о судебном приказ будет отменен а если суд не займет вашу что а у него sung qui agnor на основании статей 128 и 129 гр.ф суд не имеет права мне отказать в отмене судебного приказа я могу не согласиться с любым пунктом судебного приказа и на основании этого он будет отменен просто на основании моего не врагу не будет и просто так судебные приказы не отменяют юноша учите матчей 2 все прочитать印 на прочитать от основания Элементарно, не согласен с суммой начисленных штрафов. Все. Это даже не надо обосновывать. Это не основание. Вы подписывали договор и ненадлежащим образом выполняется договора обязательств. Учити матчасть. Какую матчасть? Статья 128-129 ГК РФ. У вас будут применять не 128-ю, а 68-ю и 33-ю федерального закона об исполнительном производстве. Вот для того, чтобы дошло дело до какого-то исполнительного производства, вы должны обратиться в суд за этим судебным приказом. Если я его в 10-дневный срок не оспорю, вот тогда хоть как-то у вас вообще есть что нести к приставам. А если я судебный приказ оспорю, с чем вы к приставам придете? Я не думаю, что вы сможете его оспорить. Вы можете думать все что угодно. Я вам говорю конкретный нормативно-правовой акт. Статья 128-129 ГК РФ. Если вы этого не знаете, это целиком и полностью ваша проблема. Я руководствуюсь не какими-то догадками и своими мыслями, а конкретными нормами права. Вы не выполняете кредитные договоры. Не выполнение кредитного договора является нарушением статьи 39-й. Это гражданский подсказ. Чем это чревато, нарушение данной статьи? Привлечением по закону. Ваше положение... Конкретно, конкретно. Давайте, скажем так, если мы, скажем так, люди цивилизованные, давайте в конкретных нормативно-правовых актах. За нарушение статьи такой-то, такого-то кодекса, соответствия... Я не даю юридических конкуртаций. К юристам обращайтесь, они вам скажут санкцию. Так я уже обратился, понимаете? Думаете, откуда все вот эти знания? Понимаете, что такое, скажем так... Это в интернете написано огромное количество... Нет, нет, это написано не в интернете. Хорошо, да, понимаете, даже если это и в интернете. Да? Стадия 128. Что она гласит? Что отмена судебного приказа производится по обращению ответчика в мировой суд, вносивший судебный приказ. Все. Суд имеет полное право не принимать просмотрения власти. А почему это он имеет это право? Вы что считаете, что если вы обратились... Во-первых, статья 128, это извещение должника о судебном приказе, а не его ответчика? Хорошо, да, да, это я на 128 просто статировал. Хорошо. Должны быть основания. Реальные основания. А основания и несогласия с любым из пунктов судебного приказа? Это несогласие, это не является основанием. В данной ситуации это является основанием. Читайте внимательно статью. Отмена производится просто по письменному заявлению. То есть, понимаете, когда вы... Вы глубоко в этом ошибаетесь. Я никакого образа не ошибаюсь, у меня уже есть личный опыт. Судебный приказ выносится на основании задолженности, которая имеется. Это 92 469 рублей. А вы собираетесь писать документ на основании кредитного договора, который вы сами не выполняете. Видите ли? Вот как судебный... Смотрите. Вы в этом глубоко ошибаетесь. Значит, смотрите, я не долождаю. Значит, получается, что судебный приказ выносится без заслушивания сторон. То есть, скажем так, подождите секунду, научитесь собеседника слушать, а не перебивать. То есть, у нас сейчас есть определенный гражданской правовой спор. То есть, у вас есть своя точка зрения, у меня есть своя. Они расходятся. Вы, скажем так, выходите за судебным приказом. Меня же не спрашивают, согласен с этим, не согласен. Возможно, вы нарушили закон, насчитав мне определенные суммы. Можно такое допустить? Можно. Вы так уверены в нарушениях закона? Я не говорю, что я уверен. Я говорю, что такое, в принципе, допустить можно, да, что сторона ИСПА определенного... Подождите, а вот что у вас за манера перебивать? У вас не должны, в принципе, абсолютно точные параметры. Мы же не говорим, а все в принципе. Подождите, секунду. Подождите. Научитесь не перебивать. Юноша, научитесь не перебивать. Если вы задали вопрос... Я вам не юноша. Понятно? Если вы задали вопрос, имейте терпение заслушать ответ. То есть, у вас получается что? А ИСПА может ошибиться. Подождите секунду. Блядь, даже можешь дослушать? Ебаная тарахтелка. Хватит перебиваться подряд. У вас нет никаких фактов. И на основании ваших домыслов ни один суд никаких решений отменять не будет. Он будет. Это дело на основании статьи Гражданского кодекса, а не моих домыслов. Понятно? Это понятно? Какие статьи Гражданского кодекса? Статьи 128 и 129 ГКРФ. Протянуть неуплату долга, вероятнее всего, и больше ничего. Чтобы протянуть срок трехлетней давности впоследствии. Да ты можешь считать как хочешь. И уйти полностью от уплаты данной суммы. Да у меня пока заметил, что вполне себе успешно получается. Вам, придурком, было сказано еще два года назад. Ребята, хотите что-то? Подавайте в суд. Вы два года не можете даже за этим судебным приказом дойти. Два года вы уже не можете за ним дойти. А вы что думаете? Вы один такой что? Вы же не один такой. Ну и что? А я не собираюсь отвечать за всех. У каждого человека, скажем, свои права, свои мысли на этот счет. Есть лохи, понимаете, которые там брали в банке Тинькофф, там 30 тысяч. Отдали им 200 и нарисовали счеты еще на 200, а и не платят. Ну, для лоха и жизни лоха, что тут скажешь? Со мной это не про контракт. Мы не обладали устроить кредитного договора, вероятно, и больше ничего. И что? И что? Мне что, должно стать стыдно? Или что? Нет, мы не призываем никакому стыду. Мы просто должны оплатить свою задолженность и вы будете все оплачивать. Сумму целиком вы оплатите. В соответствии... Да, конечно. А в два раза. Спасибо за нарушение законодательства. Аж два раза. Я их разбегу. Что меня должно к этому побудить? То, что звонят с компаний Феникс какие-то бездари, которые в юридическом плане вообще нули без палочки. Да? Это нули без палочки. Да, да вы нули без палочки. Вы не знаете даже элементарных норм права. Сейчас, если понимаете, если я сейчас еще с вами полезу в дебри, такие как федеральный закон о кредитовании, да? И что там написано в федеральном законе? А там много чего написано. Например, порядок штрафа выпения, начисляемый физическим лицам по потребительским кредитам, порядок начисления. Там вообще я ваш договор в пух и прах разнесу. В пух и прах разнесут. Да? Вы знаете, что значит... Понимаете, я просто этот договор сходу в течение 10 минут в суде признаю ничтожным, не подлежащим исполнению. Ты никто это даже делаешь? Да, конечно, никто не будет делать. Если вы могли что-то делать, вы бы это уже сделали. Понимаете как? Я вам перестал платить. Все, понимаете, мне жить тихо, спокойно и хорошо. Нахрена мне вот сейчас куда-то идти в суды, писать какие-то заявления. Что там доказывать? Нахрена мне это надо. Я живу спокойно. Это вам что-то надо. Вы знаете, что ваши документы там читать не будут. Что значит читать не будут? То есть вы мне хотите сказать, что суд откажет мне в моем конституционном праве защиты моих законных права и интересов? Да? Дмитрий Евгеньевич, вы 10 минут, 8 минут говорите о том, что вы можете отменить судебное решение. Хотя оно у вас уже получено. А почему же вы его не отменили? Это я сразу не заметил даже. О как! Ладно, хорошо. Поговорим в другом ракурсе. А вы мне можете сказать, какой судебный участок, какого города, какого числа вынес? И фамилия судьи? Нет, подождите. Ну, вот, по месту регистрации, это очень такой эфемерный ответ. Вы можете конкретно? Судебный приказ был вынесен такого-то числа, такого-то месяца. Судьей таким-то на судебном участке номер такого-то города. Можете мне такую информацию предоставить? Я сейчас ее мгновенно проверю. Нет, я эту информацию вам предоставить не могу. Почему? Во-первых, у меня ее нет. Я сейчас посмотрю на... У меня ее нет. А вы знаете, я вам скажу, что этот судебный приказ существует только в больном воображении компании «Феникс». У меня уже года полтора, нет, какой полтора, месяцев 7-8 стращают этим судебным приказом. Я сначала проверял по базе, просто вот именно через интернет. Это такая возможность сейчас есть. А по месту регистрации вы обращались в судебный приказ? Конечно. Так вот, понимаете, в базе этих приказов нет. Ну ладно, хорошо, давайте допустим, что вот то есть, ну технические какие-то сложности, да, каким-то образом чудесным. Судебный приказ не попал в базу. Ну можно такое допустить. Я обратился в два участка, потому что у меня на момент взятия кредита было одно место прописки, сейчас другое. Я обратился в оба судебных участка к судьям. И оба сказали, нет, в отношении вас вообще никаких судебных приказов не выносилось. Вообще, в принципе, никаких. Это ответ мирового судьи. Вы не хотите сказать, что мировой судья знает меньше вас? Да? То есть он, скажем так, официальное лицо, госслужащий на серьезной должности, это он так, он решил приврать. А телефонная звонилка мне дает объективную, честную информацию, так? А почему же вы о нем не говорите? Ну он на ФССП, он может быть и не внесен, а он на руках, он у вас, по-моему, не может быть. Да, при чем здесь ФССП? Есть сайт службы судебных приставов. Вот сейчас я тебе по городу Станкт-Петербургу, это сайт мирсуд.спб.ру Это по Петербургу. Это сайт службы этих мировых судей. Я не веду ФССП.рус.ру Я, я, блин, всегда, понимаете, выносит судебный приказ мировой судья. Даже когда судебный приказ дальше по инстанции идет в службу судебных приставов, все равно у мировых судей информация сохраняется, что да, действительно, в отношении такого-то лица тогда-то судебный приказ был вынесен. То есть там есть информация даже там 4-5 летней давности. То, что в 12-м году кому-то вынесли приказ, до сих пор эта информация на сайте есть. Так почему бы по отношению меня этой информации нету? Не знаю, почему ее там нет. Но в базе данных вы проходите как лицо, получившее решение. Понимаете, ваша база данных, которую вы сами себе заводите, сами редактируете, это вообще мне не аргумент. На руки я никаких документов не получал, ничего по месту прописки не приходило. Значит, смотрите, на руки, да, вот по почте России, я ничего не получал, никаких извещений не поступало. Мировой судья, мировые судьи, точнее, двух участков, об этом не знают. Скажите мне хотя бы одно основание вам верить, что этот судебный приказ... Там много мировых судей. Слушайте, вы знаете, что такое территориальная подсудность? Знаете такое? Да, имею представление. Что? Имею представление. Имеете представление. Так вот угадайте, какой мировой... Ну, там бывает дежурная, недежурная, вы обратитесь, может там работать, может не работать. Мил человек, есть еще такое понятие, как секретарь от суда. Секретарь? Да, лично. Судья приема по таким вопросам не ведет. Все подобные вопросы решает секретарь. То есть, если приходишь, да, узнать, а вот скажите, пожалуйста, к какому судье могло попасть мое дело? А когда у меня назначено в судебном заседании и так далее? На все подобные вопросы... Я думал, секретарь решает вопрос только по управлению. Так, так, вот именно. Вот именно, что она ведет базу, она смотрит, да. Вот приходишь, да, если вот был в отношении тебя судебный приказ, приходишь, да, и секретарь говорит, что да, в отношении вас был судебный приказ, судья такой-то, да, там, Иванов Петр Петрович образно, да, если вы хотите обжаловать, я могу вас написать, записать на прием к нему, или там принять заявление. Судья сам по таким вопросам приема не ведет. А суда в ГИБДД так натренировались, да, я смотрю? Судебные приказы отменялись. Да. Нет, кстати, штрафы ГИБДД я ничего не отменял, потому что там было все честно. У меня есть штрафы неоплаченные, но они все честные. То есть, действительно, это я нарушал, и все начислялось в соответствии с законом. Понятно. Ладно, я вас услышал. Все, сдулся. Вы не будете на должность. Все, сдулся, да. Что, даже про уголовную статью ничего не расскажешь? А зачем? Что вы хотите? Статью 177, взрослого уклонения от уплат. Да, вот я хочу очередную версию услышать, как ко мне ее можно пришить. 177, 159, 163. Как вы усиленно пытаетесь эти статьи сшить. Просто понимаешь, как? Вот наш разговор, вот этот, да, он сегодня будет на Ютубе. Вот, и просто вопрос. До какой степени может коллектор быть идиотом? Веб-сайт где Ютуб? Назовите страничку. Что? Страничку Ютуб назовите. Канал Дмитрия Кузнецова, скорее всего, это будет. Дмитрия Кузнецова. Да. Я проверил. Пожалуйста, пожалуйста. Я просто думаю, до какой степени, вот, там просто идет, знаете, градация, степень измерения дебилизма коллектора. Вот и все. Вы просто пытаетесь отговариваться, вот и все, чтобы вы не знаете. Я думаю, что вы получили, и получили приказ по опорту. И документы вы также получили. Хорошо, пожалуйста, хорошо. Я так понимаю, что если вы знаете про мои штрафы ГИБДД, да, вы уже зашли на ставят судебных приставов. Правильно? Правильно. Ну, иначе вы бы о них не знали. Хорошо, пожалуйста, найдите его там. Потом зайдите на ставят мировых судей и найдите его там. Это не официальный документ. Так... Она не является доказательством. Преументно, 100% доказательством она не будет являться. Отсутствие приказа. Ой, ё-моё, господи, какая же каша в голове. Хорошо. Ставим вопрос по-другому. У вас есть на руках квиток от Почты России о том, что мне было... Скажем, что хотя бы судебный приказ был отправлен мне. У вас есть такое уведомление? Нет. Нету. Хорошо. Какой у вас хотя бы минимальный документ есть именно на бумажном носителе. С подписью какой-то госслужбы. Что вообще данный судебный приказ существовал в природе. Что, ну, скажем, хотя бы были попытки мне его отправить. Нет, мы работаем с результирующими сведениями. Мы не сидим, не перебираем все документы. Нет, стоп, стоп, подождите. Вот понимаете как, пока что вы мне не можете предоставить вообще ни одного документа, что такой судебный приказ в природе существовал. Вы все ссылаете на какую-то свою базу. Понимаете, а вот у меня в компьютере есть база, на основании которой компания «Феникс» мне должна 10 миллионов. Вот у меня в базе есть такая информация. Это вообще просто не аргумент. Так вот, понимаете, а почему, извините, данные из вашей базы, просто из вашей внутренней базы? Это аргумент. А данные из моей базы – это чья? Да, это аргумент. Потому что внутренние – это официальные документы, составленные… Скажите, пожалуйста, с каких пор личная база юридического лица является официальным документом? Скажите, пожалуйста. Она составлена на основании официальных документов. А то, что база… Хорошо, хорошо. А пожалуйста, предъявите мне документ, документ основания. Вот все, что вы можете, это перефразировать фразы как-то на свой лад и больше ничего. А вы, понимаете, хотя бы перефразировать, но вы аргументируете предсказрение. И вам тут задолженность оплачивать в любом случае. Да, конечно, конечно. Аж два раза и с разбегу. Бегу и волосы назвал. Ну, давай пока звонилка тупорылая. Друзья, еще раз здравствуйте. В продолжение своих комментариев в начале ролика, я давайте ситуацию проясню для тех, кто действительно сплавает в законодательстве. Итак, здесь акцент ставился на 126, 128 и 129 статью. И вы это все можете совершенно спокойно увидеть, проверить. Все, что вам нужно на самом деле, это просто загуглить. 126 статья, 128 и 129. И, в принципе, мои комментарии не нужны. Чтобы вы понимали сходу, чтобы не тратили свое время, я, естественно, сейчас вам прокомментирую. И эти комментарии полностью рассеют ваши сомнения. И, само собой, еще больше, скажем так, флаг победы разовьют нашего автора, очень уважаемого человека. Мною действительно уважаемые такие люди, которые не просто слушают канал, а действительно закрепляют свои знания изучением материала. Итак, 126 статья, это та статья, которая регламентирует, собственно говоря, алгоритм вынесения судебного приказа. И я буду вам сейчас рассказывать все в своих словах, с вашего позволения. То есть, на простом человеческом языке. Чтобы вы понимали, судебный приказ – это некий документ, подразумевающий быстрое решение всех каких-либо споров между двумя субъектами права, двумя лицами. Допустим, простую ситуацию. Есть вы, есть некая фирма. И эта фирма считает, что вы ей должны. И вы с этим тоже полностью согласны. И готовы отдать эти деньги. Но у этой фирмы строгая бухгалтерская отчетность. У нее все очень, скажем так, правильно, законно. И они и рады взять с вас эти деньги в счет погашения долга. Но их там какой-нибудь там слишком правильный начальник, либо, может быть, какие-то руководители второстепенного звена не хотят просто так брать эти деньги. И хотят это все разукрасить в краске каких-то официальных событий. Естественно, хотят, чтобы это было по суду, допустим, все решено. Далее. Ну, много всяких причин. Может быть, на это, поверьте, это сейчас очень грубый пример. Например, ну, простой вариант, что, да, юридический отдел должен показать свою работу перед высшим руководством. И вы вроде с этим полностью согласны. И вы с этим не готовы спорить и не хотите. Вы признаете свой долг. И для таких вот вещей и создано судебно-приказное производство. То есть ускоренный формат решения. Грубо скажем, предприятие это вносит судебный приказ. И вы совершенно спокойно, не оспаривая его, в одностороннем порядке молчите. И, естественно, судебный приказ в течение 10 дней вступает в законную силу. И здесь уже исполнительное производство. И вы на основании вынесенного судебного приказа и сформированного исполнительного производства оплачиваете свой долг. И всем хорошо. То есть понимаете суть в чем? Никто ни с чем не спорит. Все совсем согласны. И противоречий никаких нет. То есть суд в своем, скажем так, понимании, как истинно состязательный процесс здесь не нужен. Здесь просто нужно официальное закрытие этого вопроса. Для этого существует 126-я статья, упрощенная судопроизводством. Ну, тот самый судебный приказ. И, чтобы быть совершенно справедливым, понимая, что этой статьей можно очень успешно пользоваться, злоупотреблять, естественно, существует статья 128 и 129. В двух словах две эти статьи регламентируют правила, законные правила, то есть регламент получения и выдачи этого судебного приказа, уведомления должника и, соответственно, способы отмены этого судебного приказа. И если все к общему знаменателю приводить, то судебный приказ должен быть вручен либо под расписку, либо посредством Почты России. Он считается врученным по дате штемпеля почтового, либо по дате выставления росписи, ни в коем случае не по дате вынесения. От этого числа ведет, считывается 10-дневный срок. В течение 10-дневного срока вы имеете право просто его отменить. И что характерно, здесь немножко заплутал наш автор, хотя это нисколько не умаляет его достоинства, даже не объясняя причину, вы просто можете написать, что вы отменяете судебный приказ, потому что с ним не согласны. И не нужно даже писать, что вы с суммой не согласны, хотя в практике юристов пишется всегда, как говорится, чтобы закрепить фундамент своей претензии, указывается, допустим, просто, что не согласны с суммой. А и все. Ну, можно даже этого не писать. И судья, естественно, на основании, как этот звонилка сказал, ваших домыслов. Нет, дружок, это не домыслы. Это реальные законодательные акты, как сказал автор. Это регламент законный. И судья просто отменяет, причем в 100% случаев. До какой степени они там набирают бездарей, которые даже не удосуживаются ознакомиться с судебно-приказным производством, то есть с этапами. Просто в таком откровенном, простом вопросе они садятся в лужу и пытаются позориться. Я, знаете, я представляю себе этого чувака сидит там, ну, уже, допустим, судя по голосу, не молодой, ну, относительно, может, там, ближе к 30, и сидит, и вот он изо всех сил пытается делать спокойный голос, а глазенки у него бегают от суеты, от страха, от непонимания того, что у человека все по ноткам выкладывается, а он, ну, заметили, угу, 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 вот как вот эта гопота. Только вот, знаете, он, конечно, ему далеко даже до гопоты, до вот этих вот никчемных членов нашего общества, да, паразитов общества, это даже, вот, понимаете, он даже, вот, ну, гопникам его не приравняешь, он до такой степени никчемный. Поэтому все вы тут понимаете. Но еще раз повторяю, я всегда за то, чтобы вы, слушая наш канал, закрепляли свои знания. И вот пример вам, пожалуйста, автор. Человек не просто, скажем, по верхам плавает, а реально взял и посмотрел. Вот, и самое главное, это несложно. Это так просто и по большому счету чаще всего это интересно. Понимать, что вы их победили. Вот и все. По поводу этого ролика очень много и долго можно комментарии выдвигать. И, конечно же, у банков есть много других способов загонять людей в долги. Не только судебно-приказное производство, и исковое производство, и работа на этапе исполнительного производства. И поверьте, если ничего не делать, то можно влипнуть. И, как говорится, по самое не хочу. Вот. Есть очень много путей развития события загона человека в долги. Так вот, если вы не хотите оказаться в том стадии, в котором банкиры с удовольствием и с легкостью загоняют в долги, я предлагаю вам подписаться на наш канал, если вы этого еще не сделали. И следить. Следить за материалом, который мы регулярно выкладываем на нашем канале. Каждый день мы стараемся выкладывать что-то новенькое. Ну, а те из вас, кто устал сидеть без дела, те из вас, кто хочет действительно все вопросы решить правильно, грамотно, по закону, пожалуйста, в описании этого любого другого ролика есть ссылочка на наш сайт. А на сайте не просто наши телефоны там или что-то еще. На сайте видеопрезентация. Полноценная презентация того, как мы работаем, что мы делаем для своих клиентов, чтобы клиенты получили тот самый результат. Результат либо создание условий, когда банку выгодно отказаться от претензий. Да, я не шучу, именно такие условия мы можем создать. Либо приведение вас к комфортному платежу, ну, допустим, 500 рублей в месяц, независимо от того, какой был у вас долг. И это, кстати говоря, в результате и будет тем самым, той самой ситуацией, когда банку лучше отказаться от претензий. Но обо всем подробно вот в этом видео на сайте. Ну, а если хотите быть в курсе дела и постоянно оставаться в курсе событий, вступайте еще и в нашу группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании ролика. Кстати, все ролики там дублируются в этой группе. Ну и поблагодарите автора, поставьте лайк. Конечно же, жду комментариев. В комментарии на этот ролик, на самые интересные будем формировать видео-ответы, чтобы на нашем канале вам было не скучно. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Алиам. До свидания, друзья мои.